Доброе утро, дорогие друзья! До самого главного праздника осталась ровно неделя, и поэтому у каждого из нас за этот период появится самое настоящее, не поддельное, а у кого-то немножечко поддельное, но абсолютно искреннее ожидание чуда. В ожидании чуда тема выпуска сегодня, хотя зачем его ждать, если оно уже пришло? Губернатор Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем для всех бюджетников. Мои коллеги-утренники тоже будут отдыхать, и интересно, как они проведут первую половину дня. Я потрачу все свое время на сон, все свои деньги на подарки, а все еду на салатики. Утро 31 декабря я буду благостно лежать на верхней полке плацкарта Мурманск-Санкт-Петербург. Я очень хочу выспаться, потому что мне предстоит работа в новогоднюю ночь в Кировске. Поэтому я очень надеюсь, что хотя бы до 12 дней я посплю, а потом будь что будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инсталляции, проекты и умное освещение. Первый фестиваль света состоялся в Полярных Зарях. Настоящее чудо увидели жители города Полярные Зори. У них прошел фестиваль света, и он преобразил город разнообразными красками. Давайте посмотрим, как это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В самый темный день в году город Полярные Зори озарил фестиваль света. Там появилось 28 проекций и инсталляций. Фестиваль собрал более 2000 зрителей, привлек экспертов в сфере светового дизайна и урбанистики из России, Великобритании, Финляндии и Швеции. Они рассуждали о том, могут ли свет и цвет изменить жизнь на Крайнем Севере и поддержать северян в период полярной ночи. Мощность всех установок, которые были здесь задействованы, то есть это и светильники, и новогодние освещения, и световые инсталляции, и какие-то малоархитектурные формы с освещением, все это вместе всего лишь 20 киловатт. И для непонимающего человека, может, это сложно осознать, но, чтобы вы понимали, это всего лишь меньше, чем 10 чайников. То есть вы говорите, в чем можно посчитать? В чайниках. Это не так много. То есть если город, грубо говоря, закипятил 10 чайников, это всего лишь вот этот фестиваль. К фестивалю город преобразился. Помимо светящихся малых архитектурных форм, подсветки деревьев и геокупола, художники сделали проекционное освещение на многоэтажных домах. Гости фестиваля не только любовались инсталляциями, но и приняли участие в мастер-классах. Конечно, у нас все основные идеи – это то, что люди, которые живут в городе, должны как-то управлять светом. То есть свет не может быть как-то безразличен к людям. То есть каждый человек, он должен иметь возможность внести что-то свое. Поэтому вот эти маленькие светильники, которые мы сегодня делаем, это маленький вклад в общий свет города. Разработчики проекта предлагают организовать в полярных зорях новую модель северного освещения. Умная система подстраивается цветом, интенсивностью и даже расположением светильников под потребности человека. Так даже в условиях полярной ночи жители будут чувствовать себя комфортно. Такое количество людей, значит, в праздник удался. Видите, очень много хороших световых решений, которые надо использовать и в других населенных пунктах. И вообще все, что касается света, декоративной подсветки, каких-то уникальных фишечек – это то, что нам необходимо. Поэтому здорово, что полярные зори пошли по этому пути. Мы этот опыт будем развивать. И на самом деле раскрою тайну, на следующий год пять городов нашей области будут иметь вот такие фестивали, точки освещенные. Все это призвано создать бренд «Полярных зорь» как центра в области светодизайна и привлечь туристов. Ожидается, что к 2022 году поток туристов в город превысит 50 тысяч человек в год. Проект находится на стадии проработки, а состоявшийся фестиваль – первый этап его реализации. Леанна Мхитарян, ТВ-21. Леанна Мхитарян, ТВ-21. Это омлет на Новый год. Что нам понадобится? Нам нужны яйца, лук, можно перец болгарский и самое главное – это чипсы. Лучше всего брать зеленью вместо укропа. Сначала нарезаем очень мелко лук и болгарский перец. Их обжариваем на сковородке. Ммм, так вкусненько! Чипсы засыпаем в бумажный пакет. И с помощью скалки превращаем чипсы в крошку. Эта процедура досталась мне. Так, это нормально или ещё меньше? Не, надо ещё. Это крупно, да. Таня, ты сейчас увлеклась фотосессией, да? Я смотрю у тебя фотосессии за фотосессиями. Да, мы сами придумываем образы. Нас трое человек. У нас дизайнер, который придумывает костюмы. У нас швея, которая это шьёт. Она же фотограф. Ну, я тоже придумываю. А я модель. А я модель. Я модель, я визажист. У нас была фотосессия. Мы были индейцами с подружкой. Мы отсматривали специальную историю, какие раскрасы. Мы были индейцами долины. Поэтому у нас макияжи были с красными полосками. Нам нравится сам процесс. Понятно. Так, подойдёт? О, вот это идеально. Вот так и должно быть. Это можно заснять. Далее разбиваем яйца. Чем больше, тем лучше. Если вы хотите покорить сердце мужчины, добавляйте чипсы везде. Когда готовишь с мужчиной, ничего не делаешь. Кофе пьёшь вот так спокойно. Стоишь и всё. Женщина заставляет, что-то вот... Я уже лук порезал. Чипсы размолол. Ещё теперь яйца взбиваю. Вот так, побыстрее. Ещё под наклоном. 45 градусов. Так эффективнее. Скажи, хочешь? Да, покачай. Мастер-класс. Во взбитые яйца высыпаем чипсы и тщательно перемешиваем. Таня, расскажи, вообще, как ты стала визажистом? Папа решил, что мне надо научиться краситься. Тебе лично или людей красить? Ну, мне лично. Как-то я сидела дома, я была такой примерная, никуда не ходила, училась на отлично. Красный диплом. И папа решил, что это надо как-то завязывать. Иначе дочь так никогда не будет за вашей. Или донтистом, или визажистом. Поэтому папа решил, что пора меня научить. И мне подарили волшебные курсы с Москвы, с института красоты. Были у нас очень сильные специалисты. И мне так это понравилось, что я стала сразу работать. И сколько лет ты уже этим занимаешься? 20 лет. 20 лет. Вот что значит, любит свою профессию. Обжаренный лук и болгарский перец тоже закладываем в яйца. И все это вываливаем на сковородку. Накрываем крышкой и ждем 3 минуты. Таня, расскажи, пожалуйста, а каких знаменитостей тебе приходилось красить? Были же такие, наверное? Да, конечно. Но самое приятное, это я красила олимпийскую чемпионку Багали. Да, я держала вот так ее медаль. Говорю, можно подержаться. Ну, я работала с Юдашкиным. Он приезжал. Я единственная визажистка. Работала из всех визажистов. Возвращаемся к нашему омлету. Задача – выложить его на тарелку. У нас не на тарелке. Дубль два. В миску наливаем любой соус, и наше блюдо готово. Настало время попробовать омлет с чипсами. Срана, но чипсов не ощущается. Омлет с картошкой. Да, точно. Картошка. Это картофельная? Да. Это вкус драников такой присутствует. Оторваться от еды не могу, чтобы сказать вам до свидания. И спасибо Татьяне за этот прекрасный завтрак. Мировая кухня творит чудеса. Спасибо большое. Обращайтесь. Приветствую. Всегда приятно получить целых два подарка вместо одного. А что для этого требуется? Всего лишь отпраздновать какой-нибудь юбилей прямо перед Новым годом. Клуб кинологов и канистеропевтов Романов на Мурмане отметил юбилей. Вот уже 10 лет в клубе собираются собаководы, улеченные самыми разными породами. В клубе проводятся занятия, тренинги, специальные курсы, которые помогают вырастить и воспитать здоровье. Здоровых и послушных собак. Активисты клуба и их четвероногие друзья участвуют в городских праздниках и фестивалях. А также занимаются канистеропией. От всей души хочется пожелать удачи участникам клуба. И конечно же не терять оптимизма и боевого настроя. А вот хвостатым подопечным никогда не вешать свои хвосты и беречь мокрые носики. А сейчас давайте узнаем, что нас ждет дальше в выпуске. Лекции знаменитых ученых и педагогов из Москвы и Санкт-Петербурга в рубрике «В курсе с утра. Проект для юных музыкантов». Как сплести настоящий ловец снов. Мастер-класс от Юлии Савельевой. В Мурманске ради постоянной практики история хоккейного вратаря Антона Ахмерова. Доброе утро! Новый год уже практически на носу и на моей кепке. Ну а мы продолжаем знакомить вас с игроками хоккейного клуба «Мурман». И сегодня мы прогуляемся по нарядному Мурманску вместе с вратарем нашей команды. Номер 91. Антон Ахмеров. Семья Ахмеровых переехала в столицу Заполярья летом этого года. Это первый сезон Антона в составе «Мурмана». Уроженец Красноярска. Поиграл он в местном клубе «Зоркий», Ульяновской «Волге» и уральском «Трубнике» из города Первоуральск. В составе последнего не считался основным вратарем. И львиную долю сезона провел на скамейке запасных. Да, в прошлом году я мало играл. За сезон, там, может, матчи 6-7 сыграл. Я считаю, да, что это был провальный сезон у меня. Так что в этом году будем стараться, будем побольше играть, тренироваться, и все будет хорошо. В «Мурман» Антон приехал за постоянной игровой практикой. 30 лет для хоккеиста – период своеобразного спортивного расцвета. В нашей команде он сходу стал твердым игроком основы. Главная поддержка и опора – жена Мария и дети – Аня и маленький Артемий. Дочка уже обзавелась друзьями в новой школе, активно ходит на плаванье и, конечно же, не пропускает ни одного матча с участием папы. Поддерживает громко и активно. Как настоящему профессионалу и мастеру спорта международного класса, Антону не привыкать к различным погодным условиям. Приходилось оборотять свои ворота и в стужу, и в метель, и даже в дождь. Но любимая погода словно по Пушкину – мороз и солнце. Когда солнышко, ясно, когда хорошая погода – это лучше, конечно, чем снег. Или дождь, допустим, как бывает у нас. Снег идет. Так что в хороших условиях, конечно, приятно играть. Перед новогодними праздниками Антон вместе с командой проведет еще пару игр на выезде в Сибири. Обратно к семье прилетит аккурат к 31 числу. За атмосферу праздника в доме будет отвечать жена Мария. Так какие же планы на Новый год? Семейный праздник. Будем дома, отметим, да. Погуляем, выйдем. Салюты подзаговаем. Да, салют приобретем, взорвем. Уже подружки Анины набиваются на салюты. Кого-то ждете в гости. Да, подругу из Ульяновска вот завтра прилетает. Так что поедем ей показывать достопримечательность. Завтра! Завтра! Первый домашний матч в новом году «Мурман» проведет 8 января. Пожелаем же команде спортивных успехов, полных трибун и любви близких. Александр Суняев, Павел Третьяков, ТВ-21. С Новым годом! С Новым годом! Новый год соткан из радости, ожидания сюрпризов и подарков. Так хочется в этот день удивить своих близких и подарить им что-то необыкновенное и особенное. Например, древнеиндейский оберег, ловец снов, сотканный своими руками. Ловцы снов родом из культуры индейских племен Северной Америки. Этот оберег призван охранять спящего от злых духов, кошмаров и бессонницы, даровать человеку добрые сны, прекрасное самочувствие и настроение после ночи. Нам понадобятся круглая деревянная основа любого диаметра, шерстяная нитка, перья и бусины. Цветовую гамму выбираем ту, что по душе. Мы выбрали белые и мятные цвета. Ну и с чего мы начинаем? Завязываем узелочек на кольце и обматываем ровненько по всему диаметру кольца. Закончив обматывание круга, завязываем шнур на обруче около свободного конца и переходим к созданию узора. Когда основа обмотана, нужно взять нитку, иголку и сделать такие, как ячейки на ловце, петелечки, которые будут основой всего плетения. То есть делается такая вот ячейка. Нитку, берем иголку, нитку заводим за ловца с внешней стороны. И затягиваем. То есть получается такая вот ровная петелька. Так плетем по всей окружности. Это будет первый ряд паутины. Следующий ряд плетется аналогично. Его основанием будет первый ряд. Создавая узор, нанизываем бусины. И немножко кривоватенько. Для первого раза, на самом деле, это прекрасно. Дойдя до центра, завершаем плетение и крепко завязываем нить узлом и закрепляем клеем. Подготавливаем перышки. Привязываем нить на конец пера, нанизываем бусину и привязываем готовой основе. Соединяем два обруча между собой. Ну что, наш оригинальный подарок к Новому году готов. Теперь сны ваших близких будут под надежной защитой. Высыпайтесь, друзья, и смотрите наше утро. Приветствую. Многие северяне предпочитают ждать чуда где-то на югах, где светит солнце, растут пальмы и беспорядочно бегают кенгуру. Не знаю, как вам, а мне лично по душе. Наши снега и сугробы. В Австралии женщина шла по своим делам через мост Филиппа. Неожиданно за ней увязался другой житель городка и бесцеремонно отодвинул даму в сторону. От такого накачанного товарища лучше и вправду отойти. Пускай прыгает мимо вас. Пускай скачет, как говорится, куда скакал. А то у меня такая встреча могла бы оставить неизгладимые впечатления. Кстати, надо было спросить у этого персонажа, в какой зал он ходит. А то мышцы накачал себе. Ух! Смотрим, что будет в заключительной части программы. Знаменитый актер Андрей Мерзликин побывал в Североморске. Он представил программу «Шукшин. Человек Земли». Музыкальные надежды Арктики. Мурманчане в ожидании второго этапа мастер-классов. В этом году в Мурманске стартовал проект «Музыкальные надежды Арктики». Мы рассказывали, как проходят этапы в Мурманске и Санкт-Петербурге. И вот для талантливых детишек организовали новую волну мастер-классов. Стартовал прием заявок на вторую серию мастер-классов проекта «Музыкальные надежды Арктики». Занятия для талантливых юных музыкантов пройдут в Мурманской области с 13 по 18 января. Получить информацию и подать заявку могут ученики музыкальных школ и школ искусств нашего региона. Это такой обмен знаниями не только между экспертом и учеником. Как сегодня сказали наши эксперты, что даже они сами многому учатся при таких вот мастер-классах, потому что зачастую мастер-класс превращается в мини-семинар. Это начинается работа с учеником, с преподавателем, кто сидит в зале, какое-то свое мнение высказывает. То есть это такая работа импровизационная. «Музыкальные надежды Арктики» — это образовательный проект, который дарит детям новые возможности для развития. Ребята участвуют в прослушиваниях и мастер-классах от преподавателей российских консерваторий. В январскую серию войдут теоретические междисциплинарные лекции знаменитых ученых и педагогов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также презентация нового учебного пособия. «Вообще не применяется ротационное движение. Хотя тут бы, конечно, если и зафиксировали...» Понятно, что есть круг преподавателей и педагогов в определенном месте, сконцентрированный, скажем так, по географическим причинам. Но это очень-очень полезно, когда, допустим, в этот круг входит кто-то со стороны, с другой традицией, с другим пониманием. Не обязательно это должен быть суперпрофессионал кто-то, коллега, достаточно коллега того же уровня и с таким же опытом. Но просто это некий такой взгляд со стороны, который оказывается полезен обоюдно всем. Мастер-классы пройдут в Мурманске, Оленигорске, в городе Полярные Зори и зато Александровск. В завершение проекта состоится итоговый гала-концерт. Участники выйдут на сцену областной филармонии, выступят сольно и в составе ансамблей. Леанна Мхитарян, Андрей Бричко, ТВ-21. В Североморске выступил знаменитый актер Андрей Мерзликин. Он известен по ролям в фильмах «Брестская крепость», «Обитаемый остров», «Конвой ПК-17». На сцене «Дома культура-строитель» он представил свой новый спектакль «Шукшин. Человек земли». Енина Морозова расскажет подробнее. Моноспектакль «Шукшин. Человек земли» – это история жизни великого писателя, режиссера и актера Василия Шукшина. Рассказ о его детстве, службе на флоте, поисках себя. О родном алтайском селе и первой любви. Спектакль полон искренних эмоций, простоты и честности. Сам Андрей Мерзликин признается, Василий Шукшин ему очень близок, истинной своей глубиной. В моем понимании я приверженец этого пути в искусство, когда героем должен все-таки становиться. Простой человек, не крутой, не легендарный, не успешный, не обязательно реализованный. А простой человек, который является, по большому счету, основой нашего общества. Создали спектакль «Шукшин. Человек земли» четыре года назад. Его режиссер, дирижер и автор сценария – Антон Жуков. Великолепные соло на балалайке в исполнении Антона сопровождает весь спектакль. Невероятно тонкое сплетение музыки с текстом и видеорядом завораживает. Заставляет забыть о суете, уносит зрителей в другой мир. В этот раз Андрей Мерзлейкин приехал в Североморск по приглашению командующего флотом Александра Моисеева. Актер уже бывал на Кольском полуострове во время съемок фильма «Конвой ПК-17». Говорит, Север остался в памяти навсегда. Сюда хочется возвращаться снова и снова. Когда посещаешь такие места, происходит самое важное – общение с простыми людьми. Они очень такие ребята, всегда люди открытые, радушные. Кто-то что-то видел, кто-то не видел, кто-то знает тебя как артиста, кто-то не знает. Это все интересно. Очень любопытно общаться и очень много для себя подчерпываешь. Те, кто успел пообщаться с Андреем Мерзлейкиным за сценой, узнали его как человека. Простого, открытого и искреннего. У меня была сегодня возможность пообщаться лично, побывать на репетициях. Когда настраивали звук, свет, это прекрасный человек, это прекрасный актер. Я думаю, что вот эта встреча сегодняшняя с Андреем подарит массу положительных впечатлений. Для зрителей, больше привыкших видеть Мерзлейкина в кино, его драматическое мастерство – настоящее открытие. Моноспектакль – одна из самых сложных форм. Удержать зрителя, убедить, наполнить эмоциями, заставить поверить в происходящее всем сердцем – непростые задачи. Мороз по коже и трепет во всем теле. И когда я смотрела, слушала его, его черты пропадали, и сквозь его черты проступали черты Василия Шукшина. Впечатление просто удивительное, потому что Василий Макарович Шукшин, он гениальный, я считаю, писатель, гениальный актер, режиссер. И очень близок действительно всем нам. Выступление Андрея Мерзликина в Североморске стало не просто подарком для жителей столицы Северного флота, а удивительным путешествием зрителей вглубь себя, вглубь русской культуры, навстречу собственной душе. Янина Морозова, ТВ-21. Никогда не переставайте ждать чуда, но и не оставайтесь сторонним наблюдателем, потому что, как говорится, для того, чтобы оно произошло, нужно к нему стремиться. И обязательно чудо свершится в вашей жизни. Хорошего вам дня и доброго утра. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА